Приветствую, в эфире программа «Отражение», я Оксана Пилькина. Сегодня мы будем говорить о том, насколько неэффективны в плане теплоэнергосбережения наши дома. Практически все они нуждаются в утеплении. Тарифы растут на коммунальные услуги и как сэкономить. Об этом нам расскажут гости нашей студии. Это президент Ассоциации объединений совладельцев многоквартирных домов «Квартал» Артем Коротченко и представитель банка Алла Пивовар. Я вас приветствую в студии. Здравствуйте. Действительно, сегодня тема, когда буквально почти каждый месяц или ежеквартально нам говорят, то на газ возрастает, то на электричество, еще что-то. Большинство граждан сейчас действительно не в состоянии 100% платить коммунальные услуги. Растут долги, люди попадают в какие-то долговые обязательства. Вот как сейчас реально экономить? Смотрите, государство все-таки заботится о жителях многоквартирных домов. Есть государственные программы, где государство компенсирует часть затрат на термомодернизацию дома. Термомодернизация – это утепление стен. Термомодернизация – это замена светильников в подъездах на энергосберегающие. Термомодернизация – это установка счетчиков и запорной арматуры на тепловые сети в доме, для того, чтобы экономить тепло в доме. То есть на все то, что поможет жителям многоквартирных домов в будущем экономить по счетам, так как все-таки все будет еще дорожать. Это не последнее дорожание. Сейчас газ дорогой, сейчас отопление. Вот Харьковские тепловые сети уже озвучили, что почти 33 гривны за квадратный метр будут в новом отопительном сезоне харьковщане оплачивать. И это еще не предел, увы. То есть цены и зарплаты не поднимаются, а счета поднимаются. То есть как государство помогает? Государство с помощью трех банков – это Укргазбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк – возмещает жителям многоквартирных домов от 40 до 70% на материалы по энергоэффективности. То есть заработка не возмещается, на материалы возмещается от 40 до 70%. В зависимости, сколько есть субсидийщиков в доме. Алла Степановна, хотелось бы немного поподробнее о этих государственных программах, которые поддерживают энергосбережение, энергосберегающие мероприятия для домов. Оксана, Артем абсолютно правильно сказал. По данным, например, Государственного комитета по энергоэффективности, где-то 85% нашего жилищного фонда на сегодняшний день нуждается в модернизации и в утеплении. На эти цели, если бы государство потратило деньги, то нужно было бы потратить около 700 миллиардов гривен. Конечно, это очень большие цифры, и государство при нынешней ситуации не в состоянии такие деньги потратить. Поэтому и было принято постановление Кабинета министров о том, чтобы стимулировать непосредственно объединение совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительные корпоративы и просто население к тому, чтобы они сами осуществляли комплекс мероприятий по утеплению и модернизации своих домов, делали свое жилище более энергоэффективным, если можно так сказать. И для этих целей поручило трем государственным банкам, Укргазбанку, экспортно-импортному банку и Ощадбанку, выдавать для этих целей кредиты ОСМД населению и жилищно-строительным кооперативам. А со своей стороны государство компенсирует от 40% сумм, выданных в кредиты, для того, чтобы население несло не такую большую нагрузку. Это вот 40% это именно жилищно-строительные кооперативы и объединение совладельцев многоквартирных домов. Если мы говорим о населении, то там процент компенсации немножко меньше. То есть 30% на замену окон, батарей, и 20% на установку котлов, твердотопливных котлов, пилетных, электрических. То есть для того, чтобы уйти от газозависимости, скажем так. Но для многих ведь слово кредит, оно уже само по себе, знаете, какое-то страшное, опасное. Ведь приобретая товар в кредит, ты потом как бы возвращаешь этот кредит с процентами, возвращаешь гораздо больше, чем взял, и возникает вопрос, а стоит ли шкурка в Ичинке? Стоит, да. Я вам об этом вполне ответственно могу сказать. Почему? Потому что вот эта компенсация 40% на самом деле превращает кредит в суду. Какая разница между кредитом и судой? Кредит, правильно вы сказали, это берешь деньги одну сумму, а вот отдаешь большую сумму, потому что на сумму взятых денег начисляются еще проценты. Суда – это, как правило, рассрочка платежа. То есть та же сумма возвращается, но только в рассрочку, в течение определенного промежутка времени. Так вот, при компенсации государственной 40% кредит, взятый на 60 месяцев, то есть на 5 лет, превращается в суду. То есть вот эта величина компенсации равна стоимости процентов, верно, количеству процентов, которые бы за 5 лет были уплачены. Это все есть расчетная величина. Я хочу наших зрителей отправить на сайты государственных банков, вот Огргосбанк, Ощадбанк. Целые специальные разделы на сайтах банков существуют, которые приводят примеры этих расчетов и которые рассказывают, как подготовиться правильно ОСМД и просто любому харьковчанину, любому человеку к взятию такого кредита. То есть что нужно сделать, какие подготовить документы, какие подготовить бумаги, как правильно все оформить, для того, чтобы взять кредит было возможно. Но и поверьте, компенсация заходит, потому что вот уже второй год в этом году работает эта программа, и четко в положенные сроки, это максимум 2 месяца, что ОСМД, что наши физические лица, так называемые, то и жители, компенсацию от государства получают. Ну, насколько я поняла, Артем, эти программы вот как бы в масштабах, да, вот в большие, когда идет речь о больших суммах, о больших домах, она работает только там, где создана ОСМД или ИЖСК. На коммунальных домах не работает. На коммунальных домах не будет работать. Во-первых, сейчас нет уже понятия такого, как дом коммунальной формы собственности. То есть уже почти год назад мы все стали со-собственниками квартирного дома. То есть тот, кто имеет право собственности в квартире либо в нежилом помещении в доме, тот со-собственником всего дома. Поэтому домов коммунальных нет. В тех домах, которые не созданы ОСМД, с 1 июля 2016 года сессия горсовета назначит управляющую компанию. То есть они будут подконтрольны управляющей компанией. Они не будут участвовать в никаких подобных программах. Государством не разработано никаких на сегодняшний момент программ. И, как на мой взгляд, никаких программ не будет, потому что там только бизнес. То есть есть дом, заходит управляющая компания и начинает зарабатывать на этом доме. Неважно, какая форма собственности у этой управляющей компании. Коммунальная, частная. То есть это абсолютно не имеет значения. Только дома, которые самосоздались, самоорганизовались, которые сами ведут хозяйственную деятельность, и они участвуют в подобных программах. То есть дома ЖСК, это жилищно-строительные кооперативы, и дома ОСМД. То есть если в доме не создана ОСМД, то увы. А есть ли в Харькове вот такие примеры, когда люди организовались, создали ОСМД, и получают суды, ну пусть могут назвать судами, работают по этой государственной программе. Да, есть в Харькове, ну в Харькове, скажем так, Самойлова Юлия, которая уже была на передаче вместе со мной тогда, она пионер в этой сфере, она свой дом полностью утеплила. То есть это кто хочет посмотреть, улица Дмитриевская опять. Да, наш банк выдал кредит этому ОСМД, и они утеплили свой дом, и получили компенсацию. К нам пришли, что удивительно, два небольших дома, чтобы вы понимали, это двух- и трехэтажка, и оба решили участвовать в этой программе. Хотя, казалось бы, маленький дом невыгодно, это намного дороже, но жители ответили на это, что сейчас это стоит столько-то, а завтра это будет в несколько раз дороже, потому что инфляция все дорожает. Поэтому лучше сейчас как-то подтянуть поясок, вложиться в свой дом, не в чей-то, а в свой дом, где им жить еще очень долго, потому что новые дома, у нас советская власть закончилась, новые дома никто давать не будет просто так. Поэтому лучше сейчас вложиться, сделать, и дальше экономить уже, потому что тарифы, повторяю, будут расти еще несколько раз. То есть это сейчас вложили, допустим, я образно говорю, тысячу гривен, завтра сэкономили 10 тысяч гривен. То есть на это все. А как быстро окупается данная программа? Ну вот, если так сказать, для тех, кто еще думает. Ну, все же зависит от того, какие работы выполняются. Можно, например, просто поставить нормальные окна в подъездах, то есть в местах общего пользования, и входную дверь, такую, которая будет плотно закрываться, и уже будет теплее в подъезде, и теплее будет в целом в доме. А можно сделать полную термомодернизацию дома. Для этих целей, как правило, нужно сначала провести энергоаудит, да, Артем, а потом уже, так сказать, искать ту компанию, которая в состоянии будет выполнить все эти работы. И в зависимости от решения жильцов дома, вот, какая это будет компания, которая будет оказывать эти услуги, какое будет утепление, да, там, так сказать, 15 сантиметров или 30 сантиметров, это все решения принимаются жильцами дома, формируется смета затрат, и в зависимости от этого рассматриваются и вопросы окупаемости. Но, знаете, вот в банке обычно прагматичные подходы к выдаче кредитов, поэтому, скажем так, если на любые цели кредит выдается от одного года до пяти лет, то на полную термомодернизацию дома кредит выдается на 10 лет, да. И это говорит, наверное, о том, что очень быстро, а купить эти деньги невозможно, чисто затраты, понесенные именно на проведение этих работ. Но уже с момента выполнения этих работ другие возможные экономии связаны с теплотой в квартирах, а значит, с уменьшением, так сказать, пользования дополнительными электроприборами для нагрева и прочими другими вещами. А по крайней мере не терять тепло, которое дает нам хотя бы сетевое отопление наше. А тогда какие требования сегодня банки выставляют или выдвигают перед ОСМД для того, чтобы объединение могло воспользоваться программой, получить деньги на модернизацию своего дома? Понятно. Вы знаете, я хочу сразу обратить внимание всех наших телезрителей на то, что эти кредиты беззалоговые. То есть ни дом, ни чья-либо квартира не берется в банком в залог. Это государственная программа, и она, эти кредиты беззалоговые. Все работы, материалы не требуют дополнительного страхования. То есть на сегодняшний день только чистые деньги на приобретение, так сказать, материалов и на выполнение работ, но компенсация идет только по материалам. Правильно обратили на это внимание. Взять кредит очень просто. В банк предоставляется перечень документов, подтверждающих регистрацию этого объединения со владельцами многоквартирных домов. И далее предоставляются документы, связанные с, так сказать, с технико-экономическим обоснованием тех работ, которые будут домом выполняться. Значит, условия еще являются то, чтобы жильцы этого дома протокольным своим решением, вернее, собранием, которое... Протоколом собрания. Да, провело собрание, подтвердило, что они готовы участвовать в этой программе. И если ОСМД создано более чем 6 месяцев назад, то достаточно 2-3 голосов, чтобы проголосовали за участие в этой программе. Если меньше, то там требуется 90% членов ОСМД, чтобы они проголосовали за участие в этой программе. Потому что все равно даже суда, она же должна погашаться. То есть люди все равно должны собирать деньги на то, чтобы отдать их банку после выполнения работ. Вот отдать их в течение одного года, трех лет, пяти лет. Процентная ставка по таким кредитам у нас сегодня 24,5%. Но еще раз хочу обратить внимание, что государственная компенсация от 40%, она практически превращает кредит в суд. Если в этом доме проживают еще люди, которые пользуются субсидиями, а у нас практически в каждом доме проживают люди, которые пользуются субсидиями, то величина компенсации увеличивается. Есть специальные расчеты. Вот по кредитам физических лиц компенсация идет до 70%. Если человек, который пользуется судой, берет кредит на энергосберегающие цели. И вот такая же величина на единицу человека, который пользуется, рассчитывается. Поэтому, как правило, компенсация доходит и до 50%. А если в доме живут все субсидианты, если так, вдруг, то это значит компенсация будет не 40%, а 70%. А вот не было ли случаев, знаете, как журналисты циники, не было ли случаев мошенничества, когда СМД берет суду, кредит, а потом просто исчезает или не платит, или долги. Вот как в таком случае, потому что если нет залога, наказание и ответственность меньше? Ну, пока, слава Богу, в добрый час сказать, все, кто брали кредит, они их обслуживают. То есть на моменте взятия кредита это вообще невозможно, потому что банк не выдает живые деньги в руки кому-либо. То есть сразу оплачивается по договорам, которые заключила это СМД с организацией, которыми выполняют работы или с магазинами, маркетами, фирмами, которые материалы отпускают именно за эти товары оплачиваются непосредственно по безналичному расчету. Ну, а дальше, конечно, мы в любом случае следим за тем, как деньги используются. Ну, и в добрый час сказать, на сегодняшний день все кредиты обслуживаются. Ну, видите, в СМД же честные, порядочные люди. Артем Борисович, вот очень много сейчас как бы появилось, знаете, как управляющих компаний, различных ассоциаций, ну, и каждый говорит о собственных преимуществах. Вот хотелось бы спросить о преимуществах домов СМД, которые готовы стать членом ассоциации СМД-квартал. Вот какие у них преимущества перед другими, допустим, управляющими компаниями, другими ассоциациями? Смотрите, на сегодняшний момент ассоциация СМД-квартала она единственная в городе Харькове, потому что городская власть блокирует объединение домов, так как это им создается проблема, потому что люди, когда объединяются в некую структуру, они уже представляют опасность для власти, для любой власти. Поэтому власть пытается всегда разрознить, вот, чтобы они разрозненно были, сами в своих проблемах вковырялись и не могли создавать проблему власти. Значит, ассоциация, это, я уже говорил на предыдущих программах, это неприбыльная структура. То есть, ассоциация ОСМД, она зарегистрирована по тому же закону ОСМД, как и само ОСМД. Оно живет по тому же закону, то есть, любая управляющая компания, будь это частный предприниматель, будь это управляющая компания, это субъект хозяйственной деятельности. То есть, субъект хозяйственной деятельности создается для того, чтобы зарабатывать деньги. Не для того, чтобы помогать что-то, а напрямую зарабатывать деньги. То есть, они платят налоги. То есть, налог на прибыль и, возможно, НДС, если ставку превышают единого налога или без НДС обслуживания. Ассоциация, это неприбыльная. Также, в ассоциации, так как много домов, то каждый дом передает на обслуживание свой дом, то есть, жители получают профессиональное обслуживание. Не за большие, какие-то баснословные деньги, а за небольшие деньги. Потому что, если они будут самостоятельно обслуживаться себе, то они должны по нынешнему законодательству человеку, на каждом нанятому человеку платить не меньше минимальной заработной платы. А в некоторых домах это физически невозможно, потому что бюджет дома иногда составляет там 3 тысячи или 5 тысячи или того меньше. То есть, на сегодняшний момент, если бюджет дома меньше, чем 30-35 тысяч, обслуживать его самостоятельно экономически невыгодно. То есть, можно, но тогда люди за квартплату будут платить не там 2-3 гривны, а там 8-10. Поэтому, повторяю, ассоциация это неприбыльная структура, ассоциация это профессионалы и также многие компании интересно работать с ассоциацией, так как это большой объем, то есть, можно предложить. Поэтому люди, которые к нам приходят по каким-то свои услуги предлагают, либо свои материалы, они уже к нам приходят с оптовыми ценами, потому что мы оптовые потребители. А отдельный каждый дом, они все равно, это будет розница, так иначе. Поэтому здесь такие преимущества. Также хочу харьковчан сейчас немножко пристальнее вниматься, присматриваться к тем людям, которых они избирают на своих домах, либо приглашенные, потому что этот рынок новый сейчас. Многие хотят на этом заработать. То есть, много сейчас мошенников объявилось. То есть, помимо того, что городские власти приостанавливают это все, есть еще мошеннические действия со стороны как жителей этого дома, так и приходящих. Потому что сейчас многие остались без работы, все дорожает, и многие хотят на этом как-то наживиться. То есть, давайте соберем деньги по 100 гривен с квартиры для, не знаю, оформления документов нашего ОСМД. Да, люди могут пропасть. Поэтому мы дорожим своим именем, все знают, где мы находимся, то есть, мы не прячемся, то есть, пожалуйста, приходите. Кстати, вот когда мы заговорили о материалах, и вот Артем тоже указал, есть ли какой-то, я не знаю, государством установленный список тех компаний, с которыми следует работать и как бы материалы, которых будут компенсированы, ну, то есть, не работать с теми, потому что там мы не будем за них. Вот есть ли, это и где это почитать? Значит, когда вот банк выдает кредит, мы ни в коем случае не диктуем ОСМД, скажем так, партнера, с которым он должен работать. Это жители домов, объединения должны решить сами. Ну, а вот, что касается перечня материалов, которые должны использовать ОСМД для того, чтобы осуществить энергосберегающие мероприятия, он существует. Это очень большой такой, так сказать, документ, да, где написаны вот ДСТУ, там, да, стандарты определенные, именно тех материалов, которые на самом деле осуществляют энергосбережение. Потому что, ну, простой даже пример, да, можно поменять окна в квартире, но можно поставить хорошее двух- или трехкамерное окно, которое будет держать тепло, а можно поставить какое-то там внешнее, вроде бы, красивое новое окошко, но которое сделано с использованием не того профиля, не той толщины стекла, и которое на самом деле не будет держать тепло, и если потом провести дополнительный энергоаудит, то можно увидеть, что все равно тепло вот уходит из этого окна, да, поэтому существуют вот эти вот ГОСТы. ГОСТы эти, они определены постановлением Кабинета Министров Украины номер 1056 от 17.10.11 года с изменениями от 4 февраля 2016 года номер 63. Но, если вы приходите в банк конкретно за кредитом, мы обязательно будем проверять, да, какие материалы собираются приобретать объединение, да, для того, для чего? Для того, чтобы просто подсказать людям, чтобы они использовали те материалы, которые именно попадут под компенсацию. И тут такая тонкость, то есть как бы ОСМД закупает материалы, не фирма-подрядчик, а именно ОСМД берет материалы. Это можно и так и так сделать. А, то есть можно, но главное, чтобы материалы были... Да, да, чтобы они были исключительно из этого списка, потому что, ну, кредит, может быть, банк и даст, да, для проведения всех этих работ, но не будет компенсации. Поэтому очень важно, чтобы именно материалы использовались те, которые входят в перечень, созданный комитетом нашим украинским по держи энергоэффективности. Артем Борисович, для тех, кто смотрит нашу программу впервые, где и как можно получить помощь в оформлении ОСМД? Потому что, ну, как бы, времени остается мало. Многие на распутье, многие разочарованы, напуганы там рассказами о том, что у нас не получилось, да все это ерунда, да ничего не получится. Вот, что бы вы сказали для тех людей, которые пока на распутье? Пока на распутье времени осталось крайне мало. Поэтому для создания ОСМД нужен практически один месяц. Потому что за две недели нужно уведомить всех собственников, нужно подготовительную работу провести, и поэтому кто решился все-таки создавать, а не получить себе кабалу в виде управляющей компании назначен, нужно стартовать прямо сейчас. То есть приходите к нам, мы помогаем вам, мы вас поможем пройти путь от момента, как вы к нам пришли, до момента непосредственно регистрации. То есть вы получаете в итоге там в этих схеды на его державный реестр, что вы зарегистрированы, у вас есть устав заверенный нотариально, у вас есть печать, и вы можете дальше, у вас есть распутье. То ли самостоятельно обслуживать свой дом, то ли это пойти вместе с нами, с нашими специалистами, передать часть полномочий, либо все полномочия, либо уже выбрать себе управляющую компанию. То есть люди уже тогда сторона договора, это очень важно. А так люди, получается, если им назначат управляющие компании, они будут никто, без права выбора, они обязаны будут платить по счетам, повторяю, это будут высокие счета, потому что люди хотят заработать на этом, и никак не смогут повлиять ни на качество услуг, ни на перечень этих услуг. Поэтому приходите к нам, мы находимся переулок Слюсарный, 10, офис 5, это метро советское по-старому, метро площадь Конституция по-новому. И, пожалуйста, возьмите ручки, запишите наши телефоны. Мы специально сделали для каждого оператора для удобства харьковчан, чтобы обращались, не тратили лишнее, поэтому номера одинаковые, но разных операторов. Итак, Кивстар 068-633-6060, МТС 095-663-6060 и Лайф 073-663-6060. Пожалуйста, приходите, мы проводим также бесплатные семинары, на которых разъясняем вам как законодательную базу, так и как обслуживать свой дом. Поэтому будем рады вас видеть у себя. Да, и вот буквально три минуты не могу не спросить. Сейчас уже, если посмотреть на город, многие самостоятельно начали утеплять свои квартиры. Пусть дорого, но очень хочется. А вот как вы считаете, жильцам выгоднее утепляться как бы единую сибну, каждому свою комнатку, либо все-таки объединиться в ОСМД и сразу сделать добротно один целый дом? Оксана, ну тут даже нисколько мнения, наверное, наше интересно. специалисты считают, что латочное утепление это даже вредно для дома. Это связано с каким-то скоплением какого-то конденсата, это даже приводит к тому, что разрушаются стены домов, да, у соседей. Вы у себя утеплили, а соседи получили дополнительную проблему в виде конденсата, и потом идет промораживание и прочие другие моменты. Грибок. Грибок и все отсюда вытекающие, так сказать, обстоятельства, и поэтому, конечно же, нужно однозначно утеплять сразу весь дом. То есть, то, что вы можете, люди сами могут сделать, окно поменять, батарею поменять, поставить батареи, которые, например, с терморегулятором, для того, чтобы регулировать поток, так сказать, тепла, а то, что необходимо делать серьезные работы, утепление крыши, утепление, так сказать, фасада, создание индивидуального теплового пункта, который регулирует подачу тепла в зависимости от температуры на улице, то это, конечно же, работы, которые нужно делать именно жилищно-строительному кооперативу или СМД. Я тоже хотела бы пригласить наших телезрителей в банки государственные. Не надо бояться кредита и не надо бояться, что вы не справитесь с оформлением документов. Банки помогают это делать. Еще раз отправляю вас на сайт. Вот в Украинской госбанке есть целый раздел специально на сайте банка написано для ОСМД. И там все-все абсолютно прописаны пошагово действия, которые нужно выполнить для получения кредита. Более того, если нужно, сотрудники банков даже выйдут на встречу с жителями домов, вот с жителями, вернее, с ОСМД, на вот это собрание, которое они проводят для того, чтобы... Покажут расчеты. Покажут расчеты, ответят на вопросы, чтобы люди уже со стороны все-таки профессионалов послушали. И знаете, одно дело говорить, другое взять калькулятор и посчитать. Вот мы умеем это делать с калькулятором, и люди после того, как мы так с калькулятором все проговорили и сделали, они совсем уже по-другому относятся к этой работе. То есть не факт, что это будет дороже, чем нынешнее, я считала, за квартиру. А если дороже, то не в миллион раз. Я благодарю вас за интересную беседу. Напомню нашим зрителям, что гостями программы «Отражение» были Артем Коротченко, президент Ассоциации объединений со владельцами многоквартирных домов «Квартал» и Алла Степановна Пивовар, директор Харьковского банка, Харьковской дирекции одного из банков. Я благодарю вас за интереснейшую беседу, вас за внимание и думайте скорее, переходит дата 1 июля и тогда уже выбора не будет. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова